Всем привет дорогие друзья! Бывает так, когда едешь по трассе, никого не трогаешь, спокойно вроде бы едешь и тут вдруг из-под капота начинает валить белый густой пар. Причиной всему этому может быть, конечно же, закипевший тасол, либо антифриз. Друзья, конечно же, в этой ситуации нужно понимать, что игнорировать данную проблему нельзя и продолжать дальше движение нельзя. И первое, на что сразу же нужно обратить внимание, это расширительный бачок и крышка расширительного бачка. Как правило, в крышке расширительного бачка есть два клапана. Один клапан нагнетает давление, второй клапан стравливает. При выходе из строя такого клапана давление в системе охлаждения снижается и температура закипания антифриза становится, конечно же, ниже. Еще одной причиной закипания антифриза может быть повреждение самой крышки. Это может быть деформация или просто трещины, а также обращайте внимание на уплотнительную резинку, которая находится внутри крышки. Ребята, бывает, когда клапан термостата не открывается совсем или открывается недостаточно. Из-за этого охлаждающая жидкость циркулируется по малому кругу, не попадая при этом в радиатор для того, чтобы остудиться. Парни, проверить это достаточно просто. Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить нижний патрубок радиатора. Если он окажется холодным и также радиатор будет холодным, то нам обязательно нужно будет менять термостат. Парни, также кипение охлаждающей жидкости может стать причиной электродвигатель охлаждения радиатора. Он должен включаться, когда температура охлаждающей жидкости достигает определенной температуры. Если электродвигатель по каким-то причинам не включается, это приводит к тому, что у нас закипает антифриз. Ну а для проверки электродвигателя нам нужно осмотреть все подходящие к нему провода на наличие повреждений или деформации, а также фишки. Также немаловажным процессом является сам вентилятор. Для этого нам нужно от руки провернуть его несколько раз, для того, чтобы убедиться, что ничего туда не попало и ничего не застряло. Также закипать охлаждающая жидкость может из-за датчика температуры жидкости. При выходе из строя датчика температуры сигнал на открывание термостата и на включение вентилятора охлаждения радиатора не подается. Также парни неэффективно может работать водяной насос. Другими словами, кто не знал помпа или не работает вообще. Зачастую это может происходить из-за того, что крыльчатка помпы прокручивает или ослаблен приводной ремень. Причиной кипения охлаждающей жидкости может быть и сам радиатор. В нем образовалась накипь, каналы стали значительно меньше или забились вообще мусором. В этой ситуации жидкость не будет успевать охладиться до нужной температуры, таким образом антифриз у нас будет закипать. И чтобы этого избежать, нужно снять радиатор и промыть его под давлением. Желательно, конечно, добавить в это все лимонной кислоты. Если же охлаждающая жидкость начала закипать после того, как вы ее заменили, скорее всего проблема в качестве охлаждающей жидкости. Парни, заливая в свою систему охлаждения антифриза литосол сомнительного качества, его температура кипения может быть значительно ниже положенной. Парни, в этом видео мы рассмотрели все самые основные причины, по которым может кипеть антифриз. Я вам показал все самые основные узлы, из-за которых все это происходит. Если у вас на стадии проверки возникнут какие-то проблемы, какие-то незнания, обязательно пишите комментарии. Я вам помогу, расскажу, что куда нужно заглянуть и что нужно менять. Только, пожалуйста, друзья, уточняйте свой вопрос или пишите, конкретно описывайте свою проблему. Это очень важно, потому что это сильно хорошо дает понять, что же там не так. И еще один немаловажный момент. Обязательно следите за уровнем охлаждающей жидкости, потому что это первый признак, почему может антифриз кипеть или автомобиль закипать. Ребята, если вам понравился видос, обязательно жмите лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем пока!